Привет, мой адекватный и абсолютно разумный С вами я, ваш верный друг Прошлая серия нашего третисортного сериала закончилась на довольно приятной и хорошей ноте Мы покутили в местной харчевне, заимели неплохую даму для утех и встретили рассвет где-то в жопе Этакое типичное утро после выпускного И если после обычной пьянки у нас всегда было время, чтобы выспаться и привести себя в порядок То тут нас ждало совершенно другое Энрих, hatten wir nicht einen großartigen Abend? Ja, du ganz bestimmt, alter Lustmolch Auf dem Tisch stehen Wasser und etwas zu essen, aber an deiner Stelle würde ich meinen haarigen Arsch bewegen, bevor mich meine Herde lebendig auffrisst Ох, großer Gott, mein Schädel Ох, mein Magen Ох, mein armer, leitender Magen Ох, was hat das weib da gefaselt? Bevor mich meine Herde lebendig auffrisst? Ich hab was verpasst Ich hab irgendwas vergessen Wo zum Teufel bin ich? Was zum Teufel was? Die Messe Как оказалось, батюшка с утра должен был проповедь церкви читать, а он до сих пор ужран в слюне А если Messe не будет, работягу и от церкви отлучить могут Поэтому он слезно просит Индра прикинуться учеником Яна Гуса и отработать вместо священника А за это он нарушит тайну исповеди и расскажет нам про дружков Любыша Plötzlich ist das Beicht Geheimnis, also nicht mehr so heilig? Geh nicht zu weit Делать нечего, собираем руки в ноги, одеваемся как заправские кутилы и идем с Богу ты в церковь Делать нечего, собираем руки в голову Делать нечего, собираем руки в голову Смотри, он нечего Он нечего кучина 他 нечего куча с утра Ты была, черный мад Смотри, Read это! Смотрите на юге, и Она Играет священная Мария, она приду Eurosча Священник представляет На спасстве и теперь все ответственность За предстоящую мессу ложится на наши Хрупкие и богобоязненные плечи Суть проповеди Вчерашний разговор к орчме перед пьянкой Со священником Если вы хорошо читали, что вам затирал священник Проблем с мессой не будет Ну на крайний случай всегда можно открыть прохождение И посмотреть все там Но я это не одобряю Играть по прохождениям самый страшный грех Если вы пользуетесь подсказками И гуглите что делать То у вас отвалится писька А вместо милого и светлого ребенка Родится айтипедия Зачитываем местным прихожанам О греховном падении церкви И порицании лжецерковных побирателей На что получаем плюсики к репутации Айтипедия 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 Пообщавшись на великосветские темы Тереза вскоре предлагает нам пробежаться на перегонки до берега Беру себя за яйца и стараюсь изо всех сил добежать первым Потому что если мы проиграем То автоматически запишемся в касту убогих и кривоногих А оно нам надо? Не надо Мне все партия дала На берегу снова заводим беседу И пытаемся вновь произвести впечатление на мадам Нас не послали А это уже хорошо Дабы не быть навязчивым Наведаемся к ней через пару дней А пока нас ждут другие дела Например задание Кому дать работу водовоза А кому работу говновоза Рихтер ждает нам задание Распределить рабочие места между беженцами И тут все не так просто Есть три места на водовоза И два на говновоза И у последнего заработок больше чем у первого Но ведь это же Европа Тут добровольно ни один порядочный гражданин Не будет марать свои руки Об ночные горшки Даже за большие деньги В то время как в России Время остановиться Эти злые шутки Чья цель оскорбить какую-либо группу людей Больше не воспринимаются всерьез Прямо как мнение анимечников Так что нам предстоит найти людей Которым действительно нужны деньги И которые заслуживают рабочего места В принципе ничего сложного тут нет Собираем работяг около ратуши И путем общения с каждым решаем Кому какая должность достанется Или вот например Поищем подработки у мельника Пешик предлагает нам неплохой барыш За колечко из купалин Который там оставил некий богатенький булдыга Всего-то нужно найти И незаметно забрать кольцо У местной брати и мойщиц Но я ведь не так прост А так как большинство из вас знакомы С моим стилем стелса Я дабы уберечь себя от сплетен и слухов Вырезаю всю купальню и найдя кольцо Отношу его мельнику Эх, что-то я давно к Терезе не заходил Приглашаем милую леди В городскую корчму На пару чарок медовухи Пока она относит метлу в дом Подмываюсь в бадье Потому что я оптимист И надеюсь, что уж сегодня Мне точно должно что-нибудь перепасть Ну а то, что-то О, не, 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 не. О, только, но, только, не. Не, 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 не. Я не знаю, не. И я не знаю, как я не знаю. И вот, мы идем. Но... Ты знаешь, ты не можешь танцевать. Эй, танц doch lieber с ним, ай. Не, ну это бан. Даем паща местному алкашу и... Субтитры сделал DimaTorzok Что мерзкий вел Шуры-Муры с одной из мыльщиц по имени Адела, а также что батя нашего плохо пахнущего работает кожевенником. Поначалу Падро не собирается задавать кровиночку, поэтому Юлит и ничего вразумительного сказать нам не может. Однако после слов, что твоему сыну грозит палка в жопе, если ты не скажешь где он, батя колется, что сына де браконьера и скрывается он где-то в лесу. Связь с сыном поддерживает местный корчмарь, так как регулярно заносит оброк за мясо. Теперь очередь поговорить с проституткой из бани. Единственное путное от нее это то, что грязный приходил домой вечно с опилками на ботинках. А потом я воспользовался случаем и прямо в этих же купальнях оформил себе услуги умывательного и эротического характера. С этой же самой Аделой. Надеюсь, Вонючка не обидится, а иначе... От корчмаря мы узнаем предполагаемое место обитания Гинека. Это может быть пещера или шахта, так как парниша вечно просил свечи и масло, а после приносил шкуры и мясо, предварительно распотрошенные. Хм, становится все интереснее и интереснее. Какой же мы можем сделать вывод из всего этого? Во-первых, Ютуб мне не додает денег и не показывает подписчикам уведомления о новых видео. Где мои бабки, Ютуб? В трендах, посмотри. Во-вторых, нам определенно нужно искать пещеру или шахту, рядом с которой будет находиться лесопилка. Берем во внимание опилки на ботинках. Находим на карте предполагаемое место и выдвигаемся туда. Заходим в пещеру и находим там Вонючку в крови. Из диалога с доходягой узнаем, что мы немного опоздали и первыми его нашли коротышка и ко. И судя по состоянию гинека, осталось ему немного. Сам он ничего не знает, но дает нам след на Петто, которого тоже ищут, и если мы не поспешим, то его тоже найдут быстрее нас. Петто работает на мельнице возле Мрхуеды, так что теперь наш путь лежит туда. Выполняем последнюю просьбу Вонючки и скачиваем в Мрхуеды. Рядом с мельницей находим сестру Петто, Мирку, и пытаемся узнать у нее, где ее непутевый братец. Поначалу девушка отнекивается, мол, моя хата с краю ничего не знаю, но упорные тренировки диалогов сделали из интро-мастера по общению. Так что, пригрозив бабе дать промеж булок, если она не скажет нам, где он, девица мило хлопает глазками, относит метлу в дом, отводит нас за мельницу и уже там говорит все, что нам нужно. Честно, в этот момент мою очку жалость до минимальных размеров. Как оказалось, ребята тоже ищут Петто. Хм, сдается мне, что это сообщники тех разбойников, что напали на Нойхов. Красавчик интересуется, знаем ли мы, где Петто, на что мы, как истинный христианин, говорим «да», но за гроши. Отправляем парней на ферму колбинов, и незаметно присоединяемся к ним в толпе. Наблюдаем на ферме расправу над Петто, и снова беседуем с Махом. Соглашаемся на работу, предложенная Махом, также узнаем, где находится лагерь разбойников, а затем... Возвращаемся в лагерь к Рацугу, чтобы рассказать о том, что мы узнали. Кобылы, конечно, рады, что мы сильные, но слабоумные, раз решили в одиночку потусоваться в лагерь разбойников, но этого мало. Он предлагает нам пошушукаться по углам, чтобы узнать побольше всего, что может пригодиться при наступлении для отряда, а также незаметно для разбойников устроить диверсию в лагере. Стоит подметить, что их секретная база находится в заброшенной деревне Прибыславица, где в свое время дали пану Дивишу пашарам. Место-то находится глубоко в лесах, в которых достаточно легко потерять себя, деньги, жизнь, достоинство и честь, так что будьте осторожны в случае чего. Спешиваюсь перед входом в лагерь и натыкаюсь на разбойника. Говорим ему, что ищем маха, на что половец отводит нас в часть, где сидят разбойники. Но мы-то с вами знаем, что маха там не будет. Вот так я попал в лагерь к разбойникам, не совершая каких-либо тяжелых усилий. Теперь осталось разведать обстановку и понять, как тут можно им нападлить. Буду с вами абсолютно откровенен, диверсант из меня как минимум говно. Основные мои две задачи это отравление котелков с едой и порча бочек со стрелами. Но так уж вышло, что делать все это и при этом не палиться оказалось слишком сложным для меня. Поэтому прежде чем потравить котелки с едой в подлагере половцев, мне пришлось сначала этих самых половцев убить. На самом деле вам совсем уж не обязательно травить всю еду и сжигать все стрелы. Вам в принципе хватит лишь инфы, которые кажутся полезны при атаке. Много ли тут половцев и разбойников? Какое у них обмандирование, с какой стороны лучше подходить и т.д. Но хей, я же люблю перевыполнять свою норму, верно? Поэтому я хотя бы попытался, скажем так, снизить будущее количество наших противников при атаке. Пойдем, мальчик, ко мне домой в GTA 5 поиграм, я тебе Аркану, но пуджа подарю. Ты когда-нибудь любил вот так просто с первого пальчика промеж Чаабат? О боже мой, кто их убил? Какой ужас! Среди нас определенно завелась крыса. Кто-то вырезает наше братство. Куши-куши, мой хорошенький. Говорят, сегодня рагу удалось на славу. А еще я случайно во время трапезы жахнул ведьминого зелья. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас уже все кончится. Марфий ждет тебя в своем царстве. Ладно, 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 ладно. Иногда меня заносит. Признаю. Надо бы возвращаться к пану Рацигу. Правда, я насобирал тут лута немножечко, так что поход до Ратая, где я мог все это скинуть в свой сундук, занял определенное время. Я не жадный, просто я люблю деньги. Направляемся к Рацигу и докладываем ему об успешном статусе операции. Кстати, в диалоге, при упоминании количества разбойников, я случайно сказал, что их немного, хотя, как позже мне сказали, их там довольно много, вследствие чего с нами в наступление отправился небольшой отряд. Спасло лишь то, что я Аки-ниндзя повырезал половину лагеря, пока пытался нагадить разбойникам, так что мне тут действительно повезло. Пан отправляет на Сталинберг, пану Дивишу за подкреплением, так как своими силами мы это дерьмо не вытянем, даже с условием отравленной жрачки и подпорченных стрел. Но перед этим я решаюсь напоследок наведаться к Терезе. Кто знает, может мы и не выживем в будущем наступлении, а получить женской ласки по любви все же охота. В этот раз Тереза предлагает нам поиграть с ней в жмурки в амбаре. Как вы понимаете, для хорошей концовки тут надо поддаться даме, так что даем себя поймать. Тереза рада такому исходу, но тут внезапно начинается дождь и скоро намокнет все белье, что бедная девочка недавно повесила сушиться. Бежим помогать снять белье и, честно сказать, я не до конца понял, почему оно лежало с топками на траве и сушилось. Видимо так задумывалось. Забегаем в амбар и... Видимо так води. Ты ходишь все-таки цену, не MMA? Не ютно. Можно, чтобы д autre на ше не высшили? П повоседение на свceanах. Покусточка, душиyse. Ну, после такого не жалко и под пули. Добираемся до Тальмберга и находим пана Дивиша. Объясняем ему, что нас прислал Рацик за подмогой, чтобы выкурить лагерь разбойников с половцами в Прибеславице. Дивиш отправляет с нами Борика и людей, и мы выдвигаемся в путь. Перед наступлением Рацик вместе с Борикой консультируются с отрыжкой насчет того, откуда и как лучше всего атаковать. Решаем, что лучший путь лежит через мост, который олицетворяет канат, натянутый между животным и сверхчеловеком. И начинаем наступление. На Берлин! Сразу за мостом крошим первый отряд дебиков, а заодно и пару-тройку лучников. За ними нас встречает мощный отряд половцев, который тоже быстро кушается нашим бравым отрядом детей космоса. Тут хотелось бы подметить, что ваши шансы быть убитыми, особенно при игре на харде, достаточно велики. Прошел я ее сразу пятого вроде бы, потому что умирал по совершенно глупым причинам. Начинаем штурмовать подлагерь половцев. Бац! Умер от безобидного лучника. Вы вот-вот захватите верхний подлагерь. Бам! Стрела в голову. Поэтому будьте максимально осторожны, а самое главное, подготовьтесь к битве. Идти в одних обносках и непрокаченным равносильно тому, что вы придете в ментовку. Сами засунете в жопу бутылку. На вопрос ментов, ты что, дебил? Вы крикнете. Yes! I am! Затем со всей дури подпрыгнете в воздух и плюхнетесь с жопой на бетонный пол. В конце осады лагеря, негодяев, вы прорываетесь к финишной черте и становитесь свидетелями долгожданной встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Я буду тебя зерстюкать, ты Бастерд. Ты уже попробовал? Я еще не буду. Что? Вер за холл ты? Ты забываешь? Я не знаю. Где мой шестерд? Что ты за холл ты там? Какой шестерд? Субтитры делал DimaTorzok Если бы я сказал, что эта битва была лёгкой, то я бы был самым редкостным негодяем. Коротышко серьёзный противник, и просто так его затащить нельзя. Он будет то и дело наступать вам на пятки, давать в срачник и использовать против вас самые лютые камбухи. Его броню не так-то просто пробить, но против него у меня есть особая хитрая тактика. Тут надо бить сугубо из-под защиты. Наступать на него рискованно, так как он может вас спарировать и ткнуть промеж глаз. Боже, да когда ты уже сдохнешь, я так больше не могу. Уже полчаса тут вокруг тебя вальс вытворяю, негодяй, ты такой е... Спустя некоторое время, вы с горем пополам, со слезами на глазах и говном, и сраке победите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы не знаете, бастал! Мы усилием нас. Смело, мошенник. Вас ты делаешь так? Нет хорошего. Пары меня не было. Я думаю, что ты делаешь твою силу. Субтитры сделал DimaTorzok Was soll's? Das kann im Eifer des Gefechts passieren. Wie dem auch sei, wir haben eine Truhe voller Münzen entdeckt. Jemand hat dieses Gesindel wirklich gut bezahlt. Es war noch ein paar von Sigismunds Barbaren unter ihnen. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Wer auch immer das angezettelt hat, muss hohen Ranges sein und wird sich nicht so leicht geschlagen geben. Dieser Wurm war nur ein Bauer. Ich fürchte, du hast recht, Herr. Nun, Junge, das war wohl nicht unser letzter Schlag. Das ist nur die Anspannung. Lass es ruhig raus. Nun, lass alles hinter dir. Ein guter Christ sollte sich mit solchen Gräuel nicht belasten. Ich weiß nicht, Herr. Ich möchte das nicht vergessen. Es ist an der Zeit, dass diese Kerle für das büßen, was sie uns angetan haben. Du hast recht, Junge. Doch zuerst müssen wir uns ausruhen. Wir treffen uns später in der oberen Burg von Ratai und entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Und zugegeben, du hast dich heute gut geschlagen. Dafür wirst du mir büßen. Es ist Zeit für unseren nächsten Schritt. Überbringe die Kunde. Ja, Herr. Auf Wiedersehen. Не было бы канала Бэбэй, и тут была бы темная и унылая пустота. До скорых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok